всем доброго времени суток меня зовут татьяна я рада видеть вас у себя на канале сегодня будет видео и этот тег который называют вопросы любимому блогеру эти вопросы мне написала попросила меня ответить оля северное вязание и я обещала снять его уже давно вот наконец-то собралась и так я буду отвечать на вопросы которые задала мне оля и первый вопрос стала ли ты под влиянием ютюба покупать больше пряжи нет не стала дело все в том что я еще летом снимала для вас видео про хамикоз про то что я сейчас не покупаю вот никаких спонтанных покупок пряжи у меня нет и под влиянием ютюба я не стала больше ничего покупать да я могу посмотреть с удовольствием на какие-то покупки у девочки какую то новую интересную пряжу я понимаю что она хороша красиво и да может быть мне тоже хотелось чтобы такая была но так как конкретного проекта в голове не рождается его нет то я не вижу смысла тратить деньги на вот такие вот так спонтанно скажем так покупки пряжи поэтому нет больше покупать не стало у меня все четко по плану и я даже больше скажу что за этот год а у меня буквально какие-то единичные абсолютно покупки в плане пряжи и все что то то что я вижу вот я пытаюсь связать запасы у меня их не так много я в видео про равори говорила показывала считала вам сколько у меня запасов пряжи у меня всего порядка шести килограмм это немного но это несколько коробочек таких скажем которые хочется уже как то освободить потому что такое понятие как нас это место пусто не бывает и и избавившись вот от этой прямо что-то с не связав возможно тогда придет в мою жизнь но на пряжи я вижу что то новое интересно вопрос номер два если тебе не нравится чата работа скажешь ли об этом или промолчишь промолчу да скорее всего так потому что я не вижу смысла указывать на эту ошибку человеку и на смысле принципе выражать свое какое-то мнение то есть мне она не нравится ему может быть нравится а может быть я в чем-то оказывается не права да и чтобы вот там не возникало лишних негативных негативных ситуаций я лучше пройдусь стороной потому что я не люблю спорить не люблю что доказывать не люблю конфликты в принципе потому что это очень не надо негативная энергия да которая вот процент тебе все равно поселяется это нехорошо неприятно поэтому скорее всего да я просто как-то промолчу ничего не напишу там вот как то так будет это все выглядеть вопрос номер 3 коварный вопрос можешь ли забросить домашние дела ради рукоделия честно признаюсь да могу это скорее всего будет не часто но он каких то может такие знаете критических случаях то есть когда нужно что-то срочно срочно отрезать а и вот прям сейчас хочется это сделать то да принципе да могу номер четыре помечтаем ты открыл рукодельный магазин как ты его назовешь а вот такой вопрос прям вот тему в точку и и классные я конечно же да я я очень бы хотела открыть действительно магазин очень бы хотела и и но пока все он все не складывается все не состыкуется это надо много продумать вещей вот я бы хотела открыть магазин офлайн который было бы вот именно куда можно прийти что то потрогать пощупать процент вот и хочется надеяться что все сложится все получится и можно действительно следующий год который мой год год петуха что нибудь мне в этом плане позитивное принесет как бы я хотела его назвать ну были мысли вот так именно название второго канала который начни вязать у меня была идея и если будет такая возможность и магазин я тоже называла его так уж начни вязать такое да такой призыв к действию да который мне кажется должен позитивно сказаться вот так что да наверное так бы он назывался и вопрос номер пять если у твоей семьи новогодние рождественские традиции и какие так предварительно да вот на этот вопрос думала как и что ответить мне кажется вот как таковых каких то особых традиций нет м плане но больше как новый год все таки да праздновать как у нас в стране рождество как таковое никак не отмечаемы у нас были такие рождественские как бы праздновали скажем так рождество это когда ходила дочка в садик и там вот у нас был до нового года как раз вот где-то в районе 25 декабря у нас был такой новогодний рождественский праздник большее рождество вот это было да а чтобы мы дома как-то праздновали нет такого нет мы в принципе если брать вот мою такую маленькую семью муж я и ребенок нас нет каких то таких то что то прям ах сегодня там восьмое марта там тысячи столов там чай чай пить и приглашение гостей нет мы очень ну как то это спокойно к этому относимся то есть некие то таких празднований огромных да поэтому я он я спокойно к этому отношусь не знаю может быть мне хватило знаете подобных о таких вот праздников и застолье в детстве ну что в детстве да у нас действительно дома собиралась вся родня это огромный стол это песня там под гармошку под баян или просто так за столом поэтому теперь у нас никаких таких застолий такого всего нет из таких ну не знаю может это традиция не традиция но обычно на на новый год у меня в основном готовят муж и я жду целый год его оливье то что он делает оливье по-своему и и никак там это сюда нельзя это туда нельзя только вот это в состав и так это по-мужски нарубить потом забежать это в каком-нибудь тазу или в кастрюле рукой вот вот ну вот оливье на новый год от мужа наверное вот такая вот традиция больше даже не знаю наверное больше нет это были все вопросы от Оли Олечка спасибо надеюсь что то новое интересное для тебя и для всех зрителей рассказала и я должна передать дальше эту эстафету да и я передам ее Катюше Кадыровой Катя я тебе еще наверное в личку куда нибудь напишу все эти вопросы чтобы ты тоже была в курсе не пропустила да это с вопросами будет сложно я наверное а часть вопросов Олиных тебе задам то есть мне бы тоже было интересно если у тебя был рукодельный магазин как бы ты его назвала и были ли вообще у тебя идеи открытие чего-то рукодельного да может там с вышивкой с вязанием связано не вина второй вопрос который бы я тебе задала вот сейчас на данный момент времени так скажем ну вот этот конец года да что больше тебя радует плане твоего хобби чем тебе приятнее сейчас заниматься вязанием вышивкой или может быть шитьем что тебе сейчас доставляет больше удовольствия третий вопрос сейчас еще озвучу если потом придумаю уже Катя допишу тебе еще какие-то вопросы в личку знают ли твои коллеги о твоем вообще увлечении о вязании и вышивке о том что ты снимаешь видео для ютуба как они к этому относятся на этом я думаю мы закончим спасибо что меня смотрели я рада что вы были со мной всех люблю всех целую всем пока до новых встреч